Чтобы каждый из вас понимал, что это такое, это вот как раз и есть цифровая приставка. Просмотр телевизора, наверное, основной досуг для пенсионеров. Большую часть дня пожилые люди проводят дома за любимыми передачами и сериалами. Совсем скоро регионы России перейдут на цифровое вещание. Представители общественной палаты «Химок» рассказали пенсионерам о том, чем отличается аналоговое телевидение от цифрового и как подсоединить ТВ-приставку. Сегодня мы рассказали лицам пожилого возраста, как подключить правильно цифровую приставку. И, соответственно, ввели в курс дело, что у нас открываются компьютерные курсы, которые начинаются занятия у нас со 2 марта. Такие встречи, мастер-классы, лекции представители общественной палаты «Химок» проводят часто. На компьютерные курсы уже ведут запись. Пользу лекции о переходе на цифровое телевещание гости также оценили. Если бы не вы, нам бы, наверное, аналогии-то отключили, а цифры бы не поставили. Поэтому это спасибо, огромное вам спасибо. Довольно. В Москве и Подмосковье аналоговое вещание прекратят 15 апреля. Большинству химчан, тем, кто подключен к «Химке-СМИ», приставки не нужны. Мы уже давно вещаем в аналоговом и цифровом форматах. Переход коснется не более 4% жителей «Химок», которые в основном живут в частных домах и используют для просмотра ТВ обычную антенну. Продолжение следует...